Самый молодой из всех погибших – сын Надежды Чупики. Ему было всего 28 лет. Кроме родителей, за ним скорбит маленькая дочь и молодая жена. Родные говорят, что никакие деньги не смогут возместить их утрату. Но без главного кормильца им будет туго. Поэтому надеются, что чиновники выполнят все обещания, которые им дали. Повлетворила все наши просьбы. Семьи погибших принимали с 11 утра и до 3 часов дня. В зал, где проводили встречу с родственниками, журналистов не впускали. Временной регламент, который установили на рассмотрение вопросов каждой семьи, 30 минут. Однако переговоры с некоторыми затягивались до часа и больше. Министр труда и социальной политики Людмила Денисова заверила, что все просьбы и пожелания родственников удовлетворят на 100%. Речь идет о разных суммах. Потому что выплаты, например, годовой заработок, он зависит, его размер, от размера месячной, среднемесячной заработной платы. Суммы различные от 288 тысяч до максимальной 536 тысяч. Это по-разному все не получат. И что касается, я должна вам сказать, что буквально несколько минут назад состоялось решение правительства о выделении 200 тысяч каждой семье. Сумма единоразовой компенсации будет зависеть от среднемесячной заработной платы погибшего. Однако получить сразу денежные компенсации смогут только две семьи. Остальные им деньги будут начислены после судебных разбирательств. Связано это с некоторыми несоответствиями в документах. Также говорили о причинах аварии. Министр угольной промышленности и председатель правительственной комиссии Виктор Полтовец сегодня приехал на шахту имени Кирова. Своё трехдневное опоздание не объяснил. Как это? Я приехал на самое главное – прием семьи. Однако после того, как вопрос с компенсациями разрешили, министр назвал причины воскресной аварии. Человеческий фактор и грубое нарушение техники безопасности. Что после реверса не замерили количество газа во всех выработках, в том числе и в том разрезе или в той монтажной камере, где готовились монтировать лавы. На момент аварии уровень метана на этом участке по предварительным версиям составлял 5%. Это при том, что максимально допустим только 1%. До 1 сентября министр пообещал назвать имена виновных в ЧП. А пока все работы, кроме восстановительных, на шахте приостановлены. Ольга Шилкина, Андрей Гаража, Панорама.